Публика, как известно, любит не только суперменов. Не меньше героев нужны ей и те, кто озвучивает романтические неудачи. Одним из самых талантливых певцов несчастной любви до сих пор считается звезда 60-х Рой Орбисон. Он не обладал харизмой и внешностью суперзвезды, но с лихвой компенсировал это глубоким бархатным голосом, голосом оперного размаха и трогательным исполнением довольно незамысловатых баллад. Родился Рой Калтон Орбисон в 1936 году в Техасе в очень простой семье. Мать была медсестрой, отец рабочим. На шестой день рождения вместо губной гармошки, о которой пацан мечтал, отец подарил ему гитару. Что, наверное, и предопределило судьбу будущего автора песни Pretty Woman. В восемь лет Рой написал свою первую песню, а через год победил в городском конкурсе юных талантов и получил приглашение выступать в субботнем шоу на местном радио. В 1955 году во время учебы в колледже техасского города Одесса, вот именно поэтому я, кстати, называю Орбисона одесситом, он купил у своих сокурсников песенку с дурацким названием «Уби-дуби», записал ее на пластинку и послал на прослушивание директору фирмы Sun Сэму Филлипсу. Знаменитому человеку Филлипс, который тогда курировал Элвиса Пресли, кстати, дал добро, сказав, что песня настолько идиотская, что просто обречена стать популярной. «Уби-дуби» действительно попала в хит-парад, а Рой стал очередным птенцом рок-н-ролла. Так тогда называли подопечных Сэма Филлипса. Сначала этот птенец смахивал на гадкого утенка, надо сказать. Исполняя песни, он так слабо шевелил губами, что, казалось, поет под фонограмму. К тому же на сцене, в отличие от рок-н-ролльщиков того времени, он не делал пируэтов, не прыгал, не скакал, а вел себя, ну, как бутусов из наутилуса. Стоял у микрофона, как вкопанный. Однако, несмотря на скромную внешность и более чем скромное поведение на сцене, Орбисон все равно пробился в звезды. В 60-м году американцы обнаружили, что у невзрачного парня голос-то чуть ли не в три октавы и дали ему солидное прозвище «Каруза-рока». Перед скромным обаянием Роя Орбисона не устояла и красавица Клодет Фредди, ставшая женой и музой певца, который без памяти был в нее влюблен. Орбисон посвятил Клодет несколько песен, самой известной из которых стала прийти в Умана. Вот как-то раз Рой и его соавтор Билл Дис работали над новым материалом в домашней студии Орбисона. К ним зашла Клодет предупредить, что решила прошвырнуться по магазинам. Рой поинтересовался, есть ли у нее деньги, а Дис пошутил, да, красотке деньги вообще не нужны. Орбисон, ухватившись за эту фразу приятеля, тут же начал напевать первую строчку будущей песни, а Билл стучал рукой по столу, имитируя цоканье каблуков по тротуару. Когда Клодет вернулась с покупками, песня была уже написана. Рой говорил, что хорошая песня пишется быстро, а над посредственной нужно долго работать. Оу, Приди Вумен была хорошей песней, поэтому через неделю ее записали, еще через неделю, в августе 1964 года, она уже вышла на сингле и стремительно заняла первые места в чартах Британии и Америки, потеснив самих битлов. Однако при огромном успехе Приди Вумен можно считать роковой в судьбе Роя Орбисона. Через три месяца после ее грандиозного успеха певец застукал свою любимую Клодет в объятиях любовника и со скандалом развелся. Правда, ненадолго. В августе 1965 года певец гонял на мотоцикле и, упав, сломал ногу. Клодет навестил его в больнице, и старые обиды были забыты. Пара вновь поженилась, но вновь обретенное семейное счастье продлилось недолго. 6 июля 1966 года, обратите, кстати, внимание на три дьявольских шестерки в этой дате, 6 июля 1966 года, оседлав тот же самый проклятый мотоцикл, Клодет столкнулась с грузовиком. Через час после аварии она умерла на руках Роя. Но судьбе, видимо, показалось этого мало, и спустя два года во время пожара погибли двое из трех сыновей, которых родила ему красотка Клодет. Рой перестал писать новые песни, он заглушал боль бесконечными гастролями. Так продолжалось до середины 80-х. В 1987 году Роя Орбисона включили в зал славы рок-н-ролла. К 88-му был готов новый альбом Mystery Girl с отличным хитом You Got It, но второй волной успеха певец наслаждался недолго. 6 декабря 1988 года, в возрасте 52 лет, он умер от сердечного приступа. До сумасшедшего просто успеха фильма «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, который вновь заставил весь мир напевать главные песни Орбисона, оставалось всего два года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова